Одна или несколькоэтапная уретропластика у пациентов с передней структурой уретры. Я, учитывая, что времени не так много, я хотел бы показать именно результаты нашей клинической работы за определенное количество времени. В данном случае вы видите, что это работа за последние 11 лет. За это время нам было выполнено 1455 операций у пациентов со структурой уретры. Примерно одинаковое количество резекций с концевым анастомозом и чуть меньше 490 операций было выполнено с использованием различных уретропластик. Цифра напротив внутренней оптической уретротомии или эндоскопических методов лечения выглядит как-то очень маленькой по сравнению с теми операциями, которые мы выполняли. Это связано лишь с тем, что отношение к эндоскопическому лечению структурой уретры у нас как к палеотивному методу лечения. И мы это объясняем нашим пациентам, которые либо соглашаются с нами, либо нет. Но выполнения таких операций в нашей клинике крайне мало. Главные вопросы в разделе реконструктивной восстановительной хирургии уже неоднократно сейчас звучали. Это выбор из множества различных техник. Это выбор флэп или граф. Это что использовать в многоэтапную хирургию или одноэтапную хирургию. И, конечно, определение главных факторов, которые позволят выбрать тот или иной метод. И это зависит не всегда от только хирурга. Но, конечно, именно опыт хирурга позволяет провести ту необходимую методологию при лечении структуры уретры, которая необходима данному конкретному пациенту. Конечно, нужно оценивать и предшествующие операции, и возраст, и сопутствующую патологию пациента, и мотивация пациента, и, прежде всего, его психологический статус. В нашей стране операции на уретре – это высокотехнологичные операции. И у нас есть такое негласное, конечно, соглашение о том, что не надо делать высокотехнологичных операций пациентам, которые психологически не могут этого понять и в дальнейшем контролировать свое мочеиспускание и контролировать, в общем-то, свою уретру. Конечно, это и теология, локализация. Все это уже звучало. Наличие различных осложнений, в том числе инфекционных и так далее. Но, на наш взгляд, еще один из наиболее важных факторов – это наличие или отсутствие цистостомы пациента до обращения к нам за помощью. Почему остановился на слизистой ротовой полости, не сравнивая ее, допустим, с кожным лоскутом и так далее, потому что, наверное, за последние десятки лет, конечно, слизистая ротовой полость стала превалирующим материалом в использовании для различных этапов уретропластик. И, наверное, это связано с тем, что она обладает достаточно хорошими свойствами для проведения этих операций. Так, с 2007 по 2009 год в нашей клинике прооперировано 42 пациента, у которых была диагностирована протяженная воспалительная структура передней уретры. Этих пациентов мы разделили на две группы, которым выполнили операции с использованием слизистой ротовой полости. И вторая группа – это пациенты, которым мы выполнили операции с использованием влагалищной оболочки яичка. В двух группах была как одноэтапная хирургия, так и многоэтапная хирургия. И сравнив результаты при наблюдении около 8 лет, мы получили, что при одноэтапном подходе наши проценты примерно были сопоставимы. И при многоэтапном подходе именно в первой группе, так как во второй группе была всегда одноэтапная хирургия, процент был гораздо выше, что позволило нам сделать следующие выводы, что одноэтапная уретропластика протяженных структур передней уретры возможна в более чем в половине случаев, и она равноценно эффективна при использовании слизистой оболочки полости рта и влагалищной оболочки яичка. Влагалищная оболочка наиболее эффективна при структурах, в максимальной части пенильной уретры и дистальной половины бульбарной уретры. Слизистая оболочка полости рта является универсальной при любой локализации протяженных структур передней уретры, и, наверное, это тоже один из факторов того, что слизистая ротовая полость используется наиболее часто сейчас. Каковы главные факторы, определяющие выбор этапности уретропластики? Мы выделяем следующее, как и все докладчики, и то, что описано во всей литературе. Это степень выраженности воспаления мочеиспускательного канала, это ширина уретральной площадки, выраженность спонгиофиброза, гипосподия, лихинклероз. Но достаточно редкая патология, но, тем не менее, она очень сложна. Это те пациенты, которые встречаются в 10% случаев от пациентов, которые имеют структуру. Это многофокусные структуры уретры. И за последние 5 лет мы провели исследование именно пациентов, которые к нам обратились с многофокусными структурами уретры. Это был 51 пациент, 80% из них это были двуфокусные поражения, и 20% это 3 фокуса и более. Протяженность фокусов составила от 1 до 9 сантиметров. Частота комбинации поражений, ну, наиболее большая, это, конечно, бульбарный пенильный отдел, немного меньше фокуса в пенильной уретры, и 14% это перепончатый и пенильный отдел. Надо сказать, что тактика хирургии при подобных структурах уретры, она является строго индивидуальной и требует от хирурга индивидуального подхода к каждому пациенту. 35 пациентов нам удалось выполнить хирургическую технику, так называемую, от центра к периферии. То есть мы выполнили резекцию уретры максимального фокуса с использованием анастомоза конец-конец, и с последующей одновременной уретропластикой пенильной уретры в один этап техника АЗОПа. И получили достаточно хорошие результаты. Мы у 27 пациентов из 35, а это 77% пациентов, была восстановлена одномоментно. Однако у 8 пациентов мы смогли ликвидировать данный вид структуры только в два этапа, и это было связано с тем, что поражение в бульбарной уретре превышало 3 сантиметра, что потребовало выполнить и сечение уретры с выполнением уретроперенеостомии обоих концов и одномоментно выполнить уретропластику дистального фокуса структуры уретры. А во втором этапе мы выполнили заместительную уретропластику бульбарной уретры. Следующие 16 пациентов мы выполнили технику так называемую от периферии к центру. И что этому способствовало? То, что у данных пациентов была полная облитерация пенильной уретры, облитерация в бульбарной уретре, что не позволило выполнить четкую диагностику и определение протяженности и многофокусности. И поэтому, конечно, в первом этапе оперативного лечения выполнялась ревизия пенильной уретры, уретротомия и сечение облитерированных фокусов. Затем проводилась уретропластика либо в один, либо в два этапа. И при данном виде подходе, при данной технике от периферии к центру, мы имели достаточно большее количество этапности при лечении. Ну и, соответственно, конечно, немного большее количество осложнений. Тем не менее, оценив результаты наших двух техник, мы смогли сделать выводы, что при хирургии от центра к периферии, когда дистальный фокус не облитерирован, удается одномоментно выполнить резекцию уретры с уретро-уретроаностомозом, одномоментно вместе с уретропластикой с достаточно хорошими результатами. И главное преимущество данного подхода – это избавление пациента от надлобкового дренажа уже на первом этапе лечения. В случаях облитерации пенильной уретры и ее восстановления от периферии к центру наблюдается большое количество осложнений, которые требуют, к сожалению, большего количества этапов хирургии. А также не всегда удается избавить пациента от цестостомы после первого этапа лечения. Буквально одну минуту. Из последних исследований за последние три года 56 пациентов мы использовали аугментационную дорзальную нлайпластику букальным трансплантатом. 56 пациентов. Также была диагностирована протяженная структура передней уретры. Этих пациентов мы разделили на три группы. Критерием деления была локализация структуры. Первая группа – это пенильная структура. Вторая группа – бульбарная. Третья группа – это пенильно-бульбарные структуры. В первой группе протяженность в среднем структуру уретры составляла 4 см. Во второй группе – 5 см. И в третьей группе средняя протяженность – 8 см. Во всех этих трех группах мы выполнили как одноэтапные уретропластики, так и проводились двухэтапные хирургии. Оценивая ранее послеоперационные осложнения во всех трех группах, примерно в процентном соотношении они были идентичны и сопоставимы. Хотя при оценке послеоперационных ранних осложнений при одной и двухэтапной хирургии мы увидели, что при двухэтапной хирургии процент ранних послеоперационных осложнений был меньше. Сделав выводы, мы посмотрели общую эффективность данной хирургии при медиане наблюдения 3 года, и она составила 89%. Что позволило сделать следующие выводы, что результаты хирургии при использовании агментационной дозол-инлай-пластики букальным трансплантатом не зависят от локализации протяженности структуры, однако двухэтапная хирургия сопровождается меньшим количеством осложнений. Что хотелось бы сказать в заключении, что, наверное, структуру уретры сегодня надо отнести к полностью излечимым заболеваниям, и это возможно. И, конечно, нам надо внедряться и в тканевую инженерию, и в биологию создания новых органов, развивать хирургическую технику. Тогда нам всем будет гораздо интереснее работать и завтра. Но заглядывая в завтрашний день, обязательно нужно помнить о истории создания вообще данных техник в нашей стране, и безмерно благодарность тем, кто создал и приумножил достижения отечественной и мировой урологии при лечении структурной болезни. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok